Пятого в пятницу, минут за сорок до полуночи на окраине Екатеринбурга в районе Листового кладбища, на 67-й версте Екада, нелепейшие мужские покатушки на снегокате, которые по тьме кромешной тащил на лямки снегоход, закончились двойной погибелью. При выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия было установлено, что два неизвестных мужчины ехали на снегоходе, один управлял снегоходом и буксировал детский снегокат. Водитель грузовика МАН, не заметив в темноте данную сцепку, допустил на нее наезд. В результате два неустановленных на сегодняшний момент мужчины погибли. Рулил зеленым снегоходом породы Аркстеккат 31-летний гражданин. И в санках, точнее за штурвалом детского снегоката, судя по всему, сидел молодой мужчина, личность которого по горячим следам инспекторам ДПС выяснить не удалось. По словам же 51-летнего водителя фуры с тягачом породы МАН, в свете фар он заметил в попутном направлении справа снегоход, который тащил за собой снегокат. Чудо-санки неожиданно вильнули влево и оказались перед носом у большегруза. Водитель фуры, опытный пилот со стажем рулежки в треть века, экстренно пытался затормозить, но скользкий путь оказался слишком долг, чтобы трагедии избежать. МАН наехал на снегокатчика. Та же печальная участь постигла и его лямочного партнера. Дальнобойщика проверили на опьянение. Он оказался трезв, как стеклышко. Что двигало несчастными экстремалами, сказать сложно. Вероятно, они полагали, что Екатеринбургская кольцевая около полуночи почти пуста и вероятность угодить под фуру совсем невелика. Роковой просчет. Обращаю внимание всех водителей, всех участников дорожного движения. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в темное время суток. Не находиться на проезжей части без светоотражающих элементов.